Этернализм. У нас есть термин «этернализм», который означает увековечивание чего-либо, предание ему абсолютного характера, отклонение в воззрение в сторону самобытия чего-либо. Вот это и есть догма. То есть мышление в догматическом ключе – это не воззрение джняни, это не джняна дришти, а форма отклонения в воззрении. Догмы возможны лишь в двойственных концептуальных учениях, фундаментом которых является определенный тип мышления – дуальная аристотелева логика. Такие учения держатся именно на догмах. Иррациональная логика. Адвайта – учение уровня нечеткой логики – анеканта вада – интуитивной и рациональной логики мистического опыта – сатарка логики. Это иной когнитивный аппарат. Он тоже предполагает наличие веры, опору на священные тексты. Но эта вера и опора иная, чем в этерналистских учениях. Она внесмысленная и опирается на интуитивное знание, которое, тем не менее, может быть легко вербализировано, то есть сформулировано в текстах, словах и мыслях, оставаясь при этом абсолютно невыразимым и полностью отдельным от них. Аксиомы и постулаты Адвайты и Тантры. В Адвайте, Анутара, Тантре нет догм, но есть изначальные аксиомы и постулаты, на которые мы опираемся. Например, ведические Махавакии, великие изречения Упанишад, пять верований Панча-Шратха, принципы Яма-Нияма, которые известны каждому индуисту и йогу, тройной канон священных текстов – Прастхана-Трайя. Мы их принимаем еще в самом начале пути и держимся всю жизнь, но это не догмы, а магистральные указатели направления в иррациональной, божественно-магической, вариативной реальности Абсолюта, которые нам предстоит проверить в своем личном опыте медитации и созерцания. Карты, указывающие путь, не заменят сам путь. На эту тему рекомендую вам изучить в тексте Йога-Васиштха главу «Сказка о трех принцах, которых никогда не было». Смысл жизни. Вопрос. С вами в чем смысл жизни? Ответ. Пока вы сами для себя его не определили, его для вас нет. Суть в том, что вы сами лично для себя определите, как смысл своей жизни. Жизнь почти без смысла. Обычный, непытливый, не ищущий, немыслящий, живущий в основном инстинктами человек, почти не имеет понятия о смысле жизни. Он просто живет, глубоко не задумываясь над этим. Он слишком занят насущными делами – работа, семья, отношения, дом, быт, интернет, политика, чтобы думать об отвлеченных материях. Как поется в одной песне «Запутались в делишках работа, дом, семья». Он, грубо говоря, сильно запутался в делишках материального мира сансары. Его карма – прошлые накопленные тенденции Васаны. Энергия жизни просто проживается через него. Он не живет еще, а через него живет природа, вселенная. Однако осознать ее он не может. Именно так, в той или иной степени, живут миллиарды видов других инстинктивных, полуразумных существ в этой вселенной. Насекомые, птицы, звери. Конечно, человека нельзя сравнить со зверем или насекомым. Но насколько он отличается от них? Смысл жизни для духовных искателей. Что насчет духовных людей? Кажется, что изучая религиозную философию, например, Адвайту в традиции святых, таких как Васиштха, Дататрея, мы размышляем, практикуем и очень хорошо знаем, в чем же смысл нашей жизни как садху, следующих этой традиции. Это развитие души, постижение абсолюта, брахмана, мокша, просветление, шива-саюджья, мукти и так далее. Но мало узнать об этом от гуру, от других или из книг. Надо самому лично получить право на такой смысл жизни. Пока вы лично не получите для себя право на этот или иной смысл жизни, его для вас как бы и нет. На персональный смысл жизни высокого уровня еще нужно иметь право. Его нужно заслужить. Смысл жизни это не то, что дается, или рассказывается, или прочитывается в книгах. Это не привилегия, данная при рождении. Это то, что на протяжении всей жизни ищется, создается, вырабатывается, обретается лично. С очень большим трудом сквозь тернии к звездам, пера спера адастра, мы сами формируем свой смысл жизни, затем он отливается в ценности. Ценности становятся целями, а цели побуждают стремиться к ним и достигать их. Но все изначально определяется именно смыслом жизни. Надо доказать право на свой смысл жизни. Надо доказывать его своим ежедневным трудом души, независимо от того, какой это смысл. Брахмаджняна, бытие в Боге, самоотдача, освобождение, просветление, самадхи, ситхи или какой-либо иной. Это как дорога. Она есть для вас, только пока вы едете по ней, крепко держа руль. А если вы перестаете ехать, то дорога как путь для вас исчезает. Другими словами, смысл есть только пока вы живете им. Если вы не живете им, то в это время его для вас не существует. Если вы не подтверждаете смысл своей жизни ежедневно, ежечасно, ежемагновенно, он утрачивается. Многие умудряются много раз в день потерять и снова найти смысл своей жизни. Как искать и создавать свои смыслы? Будьте активными и устремленными в поиске своего смысла жизни. Создавайте персональную сферу своих жизненных смыслов, сверяясь с учениями и писаниями. Вырабатывайте свою стратегию, поскольку без нее никому еще не удавалось так легко его обрести. Не плывите бездумно по течению. Не принимайте слепо то или это. Зарождая начальную веру, идите глубже. Ищите сами. Никто за вас не решит эту задачу. Ни общество, ни друзья, ни гуру, ни монахи, ни священные книги. В них есть подсказки, карты, ориентиры, но ваш поиск никто за вас не сможет сделать. Это как победа в спорте. Никто за вас не сможет стать мастером спорта. Поэтому вы сами должны тренироваться. Пробуждайтесь, как души. Не спите, если вы стремитесь найти свой персональный смысл жизни. У вас есть вдохновляющие примеры. Великие души, махатмы, джняни, ситхи, святые, нашедшие его. Наблюдайте сакши, анализируйте вечара, обобщайте эковидия, делайте выводы прамана, принимайте решения санкальпа и добивайтесь их реализации воплощения тхарана. Тогда вы сможете открывать смыслы нового уровня и переходить к ним. Время для разных практик. Вопрос. С вами. Какое время суток благоприятно для тех или иных садхан? Ответ. Время перед рассветом – это период брахма-мухурта. Этот период суток и сам рассвет наполнены сатвой. Они подходят для садханы ведических махавакий, для мантр гайатри, иштадеваты, парамгуру, игуру, для пранаямы, мудр, медитации, атмавичара, садхан долгой жизни, таких как призывания дыханвантари, целительных форм шивы, даттатреи, ритуалов оздоровления и других. От рассвета и примерно до 10 часов, когда воздух и земля уже теплеют после ночи, наступает период для упасаны, иштадеваты, арати, практики мирных божеств и ритуалов шанти-кармы, для нисхождения благодати, то есть гармонизации судьбы, исцеления болезней, очищения препятствий и так далее. От времени, когда теплеет после ночи, до дневной сандхи, то есть полудня, около 12 часов, подходящий период для садханы божеств, связанных с увеличением шакти, приумножением богатства, возрастанием блага, заслуги, долголетия и процветания. От полудня до заката, подходящий период для садхан очарования, призывания деват, для привлекающих и подчиняющих ритуалов, если вам, конечно, это нужно. Время, когда солнце еще не зашло, благоприятно для садханы ритуалов, отбрасывающих препятствия. Вечерние сумерки, период, который годится для упасаны, иштадеваты, вечернего арати, практики гневных форм тантрических божеств, призывания ситхов. От заката до момента, когда небо темнеет, а также ночь до полуночи, это время, подходящее для подношений пищи и других таттв. Это время активности тантрических просветленных существ, ситхов, гневных дакинь, поэтому подходит для практики гневных мантр и божеств. От полуночи до рассвета это время хорошее для садханы ниндра-янтры, то есть йоги сновидений, тонкого тела и йоги света, джиоти-йоги. Наконец, любое время суток подходит для всех недвойственных садхан, недвойственных мантр, таких как брахма-мантра, для садханы созерцания пространства, для джняна-йоги. Освобождающая недвойственная энергия благодати Шивы, даттатреи, ануграха, нисходит без ограничений в любое время. Абсолют, бог как мегапарадокс, бесконечные вариативные вселенные и четыре уровня мышления. Вопрос. С вами. Одни учителя утверждают, любовь к богу, как высший безальтернативный путь к освобождению. Другие говорят, что это тоже форма неведения и двойственности, что в Адвайте ничего такого не существует, так как отсутствует и тот, кто проживает, и само переживание, так как если еще остается тот, кто любит бога, то он еще не растворил себя, а значит не познал полностью его. То есть саюджия мукти еще не достигнута. Кто видит истину, а кто нет? Ответ. Вопрос задан из ума, из двоичной логики Аристотеля, которая предполагает, что верно либо то, либо это. Но Адвайта – это не двоичная аристотелева логика, и даже не нечеткая, неоднозначная логика Анаканта-Вады, буддистов и джайнов. Она гораздо выше. Брахман – бог – это мегапарадокс вне ума, допускающий любые, даже самые непостижимые и невозможные варианты, легко играющий вариантами, как ребенок кубиками. Можно сказать, что это психизика невозможных состояний. Традиционно в философии индуизма, буддизма, джайнизма, есть четыре возможные логические альтернативы для любого утверждения, согласно доктрине Анаканта-Вады. В нашем случае, первое, любовь к Богу есть, и она является истинным путем освобождения. Второе, любви к Богу нет. Третье, любовь к Богу есть, и одновременно ее нет. Четвертое, любовь к Богу не есть, и нет. Можно выбрать любое утверждение. Это классика нечеткой логики. После нее начинается сатарка логика – абхиновагубты. Это уже логика мистического опыта, которая говорит, что есть измерения, где дважды два иногда равно четыре, иногда пять, иногда шесть и так далее. В зависимости от медитации, где один плюс один равняется один, один минус один равняется один и так далее. Она гласит, если есть мистический опыт должного уровня, то любовь к Богу есть или ее нет, либо она и есть, и нет одновременно, либо ни то, ни другое, либо еще бесконечное число вариантов. Если личный мистический опыт позволяет, то существует бесконечное число разных вариантов реальности, причем все они истинны одновременно. Затем идет пара сатарка логика – дататреи и васиштхи, адвайта свеч чхачара. Это уже не логика, а картина мира, где вы, как божество, свободно оперируете реальностью. Она гласит, возможно, все. Все зависит от твоей ичхашакти – воли, иджняна-шакти – мудрости. Ты можешь в опыте силой воли и силой ума сознания создать любой тоннель реальности, любой вариант вселенной, которая будет соответствовать желаемому утверждению. Захочешь – в твоей вселенной будет недвойственная любовь души к Богу, и адвайта так будет постигаться. Захочешь – ее не будет, а Бог будет только как игра и сама любовь. Захочешь – будет достигший Бога. Захочешь – Он растворится и его не будет. Захочешь – он и будет, и его не будет одновременно. Существуют бесконечные варианты разных вероятностей, и их творит твое просветленное сознание, если, конечно, его силы будет достаточно. Реальность Бога не просто многомерна, а бесконечно мерна. Она парадоксально бесконечно мерна, но одновременно не парадоксально и не бесконечно мерна. То есть одновременно и то, и другое. Не то, и не другое. И так до бесконечности. И что происходит, когда логика ума концепции и утверждений взломана? Вот оно. Божественная любовь за пределами ума, за пределами понятий, утверждений и отрицаний, истины и неистины. Это прямое знание абсолютной истины. Апарокша, джняна. Ты – абсолют. Ты ничем не ограничен, кроме, конечно, своей мудрости и своей шакти. Шаг. Стать садху. Вопрос. С вами. Как можно стать садху? Ответ. Надо сначала понять, для чего вам надо стать садху. Затем нужно искать истину, бога, веру, свободу, мудрость. Нужно быть одержимым этим поиском, быть готовым поставить на кон все и зайти очень далеко в этом поиске. Тогда это возможно. Родиться как садху. Чтобы стать просто индуистом, достаточно полюбить индийскую культуру и философию. Но стать садху – это совсем иное. Даже среди индуистов садху – это особые люди. Обычные индуисты просто верят в веды, в своих богов, святых и гуру, в мокшу и карму, посещают храмы, делают ритуалы и так далее. Но они такие же, как и все мирские люди, ищущие обычного счастья. А садху ищет иного мира, иного счастья, иные смыслы. Он ищет брахмана, самадхи, освобождения, мокши. Чтобы стать садху, нужно во второй раз духовно родиться. И такое рождение происходит во время дикши, инициации. Первое рождение дают отец и мать. Второе – ваш духовный учитель, гуру. А третье рождение – просветление – дает бог в сердце. Атман – внутренний садхуру и избранное божество. Так утверждают святые. Когда вы понимаете, что с миром что-то не так. Чтобы стать садху, вступить на путь освобождения, нужно глубоко задуматься о природе этого мира, о своем месте в нем, о смысле жизни, и не прекращать думать об этом всю жизнь. Нужно зародить великое сомнение в этом мире, разобраться, что с ним не так, и почему. Нужно внутри себя пойти против доминирующего, смыслового, цивилизационного, культурного, потребительского мейнстрима. Нужно увидеть изнанку реальности, андерграунд жизни. Нужно увидеть эзотерическую сторону мира, открыть для себя альтернативный мир иных смыслов и ценностей, а затем найти других друзей и спутников с такими же ценностями и смыслами, как у вас, если их еще нет. Нужно самому искать истину, а не слушать о ней по телевизору, иметь смелость самому думать и самому устроить свою персональную картину мира. Внешне, физически, нужно быть хотя бы какое-то время одиноким, а внутренне всегда. Нужно научиться жить самостоятельно, самому, пусть и неумело, выстраивать свою систему смыслов, ценностей и целей, глубоко исследовать то, что, как кажется, общеизвестно, банально, общепринято и всем давно понятно, но на самом деле ничего никому не понятно. Понятно. Отказаться от соблазна Майи. И главное, надо иметь силу со временем отказаться от любого соблазна Майи. Например, от соблазна гордости, важности или соблазна монетизировать свои духовные искания во что-то доходное, прибыльное, коммерческое и сансарно уютное. Важно не идти на компромиссы с Майей, постоянно держать мир на приличной дистанции от себя, а себя на дистанции от мира. Желающий стать садху должен быть гибким по качествам, но он никогда не должен прогибаться под изменчивый мир, чего бы ему это не стоило. Он всегда должен идти своей дорогой, дорогой освобождения, не обращая внимания на то, кто и что говорит, как его оценивает, что о нем думает. Он всегда должен идти вперед своим путем. В этом вопросе нужно быть крепким, как алмаз и устремленным, как носорог. И тогда можно стать садху, идущим по пути свободы. В чем суть учения Адвайты? Вопрос. С вами. В чем суть учения Адвайты? Ответ. Все есть Брахман. Вы есть Брахман. Я есть Брахман. Брахман есть бесконечная, единая, единственно существующая, неделимая, абсолютная, божественная реальность вне времени субъекта и объекта. Брахман Саджагат Митхья Таттвам Аси Ахам Брахмасми Это аксиомы Адвайты, данные святыми Упанишадами. Все остальное иллюзии спящих умов Майя. В этом заключается суть учения Адвайты. Это учение наших святых патриархов Даттатреи, Васиштхи, Вьясы, Шанкары, Гаудапады, Видьярани и других. Это для нас высшие, конечные, предельные истины, переданные богами, самим богом-творцом Брахмой через Упанишады, главную часть Вед. Это завершение всякого человеческого и божественного знания Веданта. Его кульминация Апогей, выше которого быть не может. Как все это постичь? Как это постичь? Так же, как вы учились в школе по учебникам. Надо хорошо изучить эту философию по священным текстам нашей традиции под руководством Гуру. Будьте терпеливы и усердны, чтобы отдать такому обучению хотя бы 3, 5, 7 или даже 12 лет, создав таким образом нерушимый фундамент для этой и следующих жизней. Более того, нужно практиковать, потому что без практики все это будут лишь красивые слова. Нужна садхана. Нужно очистить свое видение, сделать его ясным и прозрачным. Нет смысла только читать. Все есть брахман. Я есть брахман. Надо самому пройти через слушание шравану, анализ манану и непрерывное пребывание в созерцании абсолюта, нидидхьясану. Надо добиться такой нидидхьясаны, чтобы разрушились васаны, васанакшая. Растворился ум с тонким телом мана наша и засияло просветленное осознавание вне ума и двойственности. Бодха. Надо пройти путем самоисследования вечары, развлечения вивеки и отрешения от пяти оболочек вайраги. Надо обрести панча-коша вивеку, постичь свой атман и увидеть его полное тождество брахману и тогда придет высшее освобождение через растворение в абсолюте саюджья мукти. Тогда истины веданты станут вашими истинами. Путь. Но не надо думать, что это просто. Это не просто даже для богов. Надо пройти путь, чтобы обрести плод. Без пути не бывает и плода. Хотя плод уже есть внутри нас самих в виде потенциала. Путь необходим, чтобы его раскрыть. Иначе все это будут только разговоры. По традиции, чтобы всю жизнь постигать эти истины, люди становятся садху, монахами саньяси, отшельниками. Но для многих, у кого есть семьи, это сложно. Поэтому я рекомендую им сначала более мягкий путь в статусе карма саньяси до 60-65 лет. Стать садху, саньяси или карма саньяси, найти гуру, сведующего в писаниях адвайты, Шротрия и постигшего брахман в личном опыте брахмаништха. Получить дикшу, установить связь с гуру парампарой, своим божеством, найти в них свое прибежище, получить передачу в методы, очистить себя, а затем всю свою жизнь провести в практике йоги и медитации садхане, служение севе, исследование свадхьяи, изучение философии. Вот как все это можно постичь. Гуру поможет пройти через сложный процесс поиска атмана, атмавичару, и отделение его от пяти оболочек панча коша вивеку. Затем следует все время проводить в неустанном созерцании брахмана, нидидхьясане, до достижения просветления и освобождения, до прочного утверждения в Турье четвертом измерении. Никак иначе не получится. Карма-йога, пхакти-йога, раджа-йога, джняна-йога и лая-йога это все соответствует четырем стадиям падам. В шиваизме чарья-пада, крия-пада, йога-пада и джняня-пада. Идите радостно и бесстрашно по этому пути, чтобы постичь адвайту и реализация придет. Мирские желания борьба, преображение или высвобождение в естественной природе. Ученик, с вами а что делать йогину с мирскими желаниями, особенно с клешами? Отсекать, отбрасывать, видеть в них грех и бороться? Гуру, желания это часть вас самих, часть вашей энергии или вы чувствуете по-другому? Ученик, да, конечно, часть меня, сказать иначе было бы солгать. Гуру, так, понятно, часть вас. А что обычно делают со своими частями, например, с частями своего тела? Их отсекают, отбрасывают, с ними борются или поступают как-то иначе? Ученик, ну, как, они есть и все, с ними живут? Гуру, так и здесь, вам придется жить с ними, пока они часть вас. С этим ничего не поделаешь. Ученик, но ведь йога это контроль, отсечение желаний, отрешение от желаний. Гуру, отрешаться можно лишь от того, что не является твоим, что не является частью тебя, так? А если это часть вас, как вы можете это отсечь или бороться с этим? Ученик, что же тогда делать? Гуру, сначала нужна вивека, развлечение и ясное понимание, действительно ли желание это часть вас, или это нечто отдельное от вас, или это часть и отдельное одновременно. Например, вы можете упражняться в полноте внимания к желанию, наблюдении желания всякий раз, когда оно возникает методом атма вечары, исследуя того, кто желает, субъект. в самый момент возникновения желания. Наблюдайте желание как бы со стороны, будьте его свидетелем, не давая ему иметь власть над вами. Когда есть развлечение и вы можете наблюдать желание, вы всегда на дистанции от него, и тогда желание клеша может потерять власть над вами, вы можете увидеть его иначе. Ученик, как это иначе? Гуру, например, как играющую в уме, в тонком теле, в каналах, в чакрах, неочищенную энергию, прану, кундалини шакти, то есть вне страстной одержимости желанием, рефлексий ума, захваченности тонкого тела, подключения ассоциаций памяти, воспитания, морали, вне любых зависимостей и мысленных оценок, вне приятия отвержения. Ученик, и что? Гуру, раз это теперь для вас просто энергия, причем ваша собственная энергия, и вы ее ясно видите, наблюдаете как отдельную от себя, от своего я, тогда вы сами должны решить, что именно вам с этой энергией делать. Тогда вы уже не раб этой энергии, а ее хозяин. Вы вольны ее допустить, проявить, или наоборот, остановить и направить в иное русло. Теперь не она вами управляет, а вы ею. Если в момент возникновения желания вы остаетесь сторонним наблюдателем, если ваш наблюдатель, свидетель, не схватывается и не порабощается этим желанием, это очень важно, тогда у вас есть свобода выбора, есть варианты, куда направить свой наблюдающий ум. И тогда он на фоне желания разворачивается на метод упаю, на противоядие, протипакша пхавану, например, на санкальпу, на идею бога, на я-есмь, осознавание, как в атма вечаре, на мантру, на образ своего божества, то есть вы можете успешно практиковать свою садхану, даже если в пране желание есть. И что тогда? Ученик, тогда сила практики может быть сильнее желания, так? Тогда желание не может помешать? Гуру, да, оно не только не может помешать, а оно иссякает, высвобождается в осознающем наблюдателя. Иногда чистое естественное самоосознание вне ума Сахаджа Аманаска является упаей, иногда нужна упая погрубее, например, мантра. Но главное то, что желание побеждается, а наблюдатель, если он по-настоящему в практике, уже не теряет из виду метод атмавичару или санкальпу или мантра чайтанью сознание мантры или дивья бхаву или брахма хам бхаву или чистую осознанность подобную небу. Тогда йог живет естественно, он больше не раб желаний, но и не борется с ними, он сам осознанно управляет ими так, как ему надо. С одной стороны, он их полностью принимает, не будучи отягощен ни чувством вины, ни социальными ярлыками, часто заимствованными из другой нет хормической культурной традиции. С другой стороны, он по желанию использует их в соответствии с местом, временем, обстоятельствами, своим статусом или пресекает, или оставляет так, как ему надо. Приятие в воззрении, а очищение и совершенный контроль в поведении. Вот такое отношение к желаниям следует иметь. И тогда это уже не неконтролируемая омраченная область человеческих страстей и эмоций. Все это детство садху видится уже как бесполезная ерунда. Это область садханы и преображения, обожествления. Он работает с желаниями без капли захваченности и отождествления, как истинный йогин-тантрист. Преображает их, обожествляет и доводит до состояния чистых мудростей. Главное здесь владеть искусством тонкого равновесия, сам йоги, в уме, пранах, поведении. Сам йога это самое важное. Клеша должна реально исчезать, растворяться в божественной природе осознанности сахаджи. Это показатель наличия сам йоги. Одни желания он без труда отсекает, ибо знает, что это не он сам. Другие желания он использует как метод садханы, упаю. Третьи желания он видит как собственные украшения и просто оставляет без привязанности как есть, позволяя им высвободиться и раствориться как пустотной игре энергии в сахаджа состоянии, без усилий и противоядий. Это совершенство отречения во всеприятии. Истинное отрешение вайрагия без впадения в греховность, в омраченность, в ханжество, в ловушки ярлыков социальной морали и всеприятия в духе истинного внутреннего аскетизма антар-вайрагия. Без потакания с желанием, без захваченности или цепляний это самый естественный путь тантризма сахаджи и лая-йоги ситхов, недвойственный анутара тантры. Это подход аватхутов, адвайты и шиваизма, наивысший способ взаимоотношений с самим собой, своей энергией, миром, садханой и вселенной. Ему могут следовать и карма-саньяси, и миряне, и монахи, разумеется, каждый по-своему в рамках своей этике и обрести великую пользу. Он одновременно включает и аскетизм, и всеприятие. Энергия желаний, ранее бывшая страстными желаниями тела и ума, йога, видится и переживается теперь как благословляющая вселенская божественная мать Вишвамата. Это внутренняя аскеза Антар-Тапасия, без видимого внешнего аскетизма, который не всегда применим. Это путь Аватхутов, путь Дат-Татреи, путь Сахаджьяны Ситхов, путь Брахмананды, когда реальность всегда и везде переживается как вселенская божественная игра энергии осознавания, чит Шакти Виласа. Но сколько же надо сначала ученику приложить стараний и усилий, сколько же надо выполнить садхан, чтобы истинно овладеть этим путем путем.